В июне 1771 года на территории нынешней площади свободы заложен Петропавловский собор. Автор проекта – московский архитектор Дмитрий Макулов. Храм возвели быстро, меньше чем за три года. Около 200 лет Петропавловский собор был архитектурной доминантой Барнаула. Шпиль колокольни можно было увидеть со всех концов города. На кладбище при соборе были похоронены многие известные личности, например, Иван Ползунов, а также первый начальник Колывана-Воскресенских горных заводов Андреас Беер. Их могилы были утрачены, когда в 1935 году собор был взорван, а на нынешней прихрамовой территории возник сквер. В 2018 году появился проект восстановления Петропавловского собора. В июне 1856 года в Барнаул прибыл полководец, как его называли русских землепроходцев, Петр Петрович Семенов, будущий Тяньшанский. По заданию русского географического общества он планировал изучить город Тяньшаня. Именно Барнаул стал отправной точкой его легендарной экспедиции. Она состояла из двух этапов. В первый год Семенов дошел до озера Иссык-Куль, после чего вернулся на зимовку в Барнаул. Как считают многие историки, он жил вот в этом доме, который тогда стоял в районе нынешней площади Спартак-2. Здесь же он, вероятнее всего, встречался со своим давним другом Федором Достоевским, который также был в городе в ту пору. Весной экспедиция Семенова снова выдвинулась в путь, на этот раз достигнув Тяньшане. Она была настолько успешной, что в 1906 году императорским указом к его фамилии была добавлена часть Тяньшанский. Кстати, впервые в российской истории это прозвание разрешили передавать потомкам. 4 июня 1929 года от Площади Свободы стартовал первый автобусный маршрут, прозванный в народе Базар-вокзал. Он проходил по Социалистическому проспекту до Железнодорожного вокзала. Лишь спустя 8 лет, в 1937 году появился второй маршрут. Он связал с вокзалом на горную часть города.